Развитие животноводства в регионе. Глава Ингушетии не раз говорил о возрождении этого сельхознаправления. Руководитель субъекта дал указание увеличить поголовье скота и как минимум обеспечить республику необходимым количеством мясной продукции. Какие меры предприняты региональным минсельхозом, расскажет Зелимхан Калоев. Солнечная погода, отличный климат и свежий воздух – все, что нужно для мелкого рогатого скота. Здесь, на окраине нижних очулков, пасутся 500 овец тушинской породы. Они отличаются густой шерстью, вкусным мясом. Их перегнали из Дагестана больше месяца назад. Животных привили от опасных болезней и теперь успешно прошли карантин. Животноводство для ГУПа на Суркорское направление не новое. Четыре года назад они уже разводили скот. Правда, потом решили от этого фронта работ отказаться. Отныне ГУПы региона должны расширить свой вид деятельности. И помимо сбора яровых и азимах, теперь особый акцент необходимо делать на животноводстве. Такое поручение дал глава республики. И унитарные предприятия уже пополняются новым поголовьем. Всего за четвертый квартал прошлого года закуплено 3620 голов крупного и мелкого рогатого скота. Свою партию, а это примерно 100 голов, КРС ожидают и в унитарном предприятии на Суркорское. ГУП на Суркорке до тысячи голов лилубы. Так их население, бахачба, нахг, дух, 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 болг, лошадь, зарплата, логи, что развивать их, а их крупные рогатые дарахаицы. По данным Минсельхоза Ингушетти, за прошлый год сельхозпроизводители республики обеспечили около 8 тысяч тонн мясной продукции, при годовой потребности 32 тысячи. В этом году закуплено около 5 тысяч овец и 380 голов крупного рогатого скота. Для этого нами разработан план заготовки кормов, ремонт и подготовка помещений. Одним словом, все те необходимые мероприятия, которые должны быть для того, чтобы мы могли развивать чего-то молодость. Задача, хоть на первый взгляд и непростая, но вполне решаемая. Через несколько лет животноводам необходимо увеличить поголовье скота и тем самым полностью обеспечить регион собственной мясной продукции. Тем более, что все необходимое для этого есть. Самое главное – климатические условия. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.